Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей презентации это строение и физиология слизистой оболочки полости рта у детей. Строение слизистой оболочки полости рта состоит из нескольких слоев. Первый это эпителиальный слой, второй собственный слой, третий подслизистый слой. На всем протяжении слизистой оболочки полости рта выставлено многослойным плоским эпителием, состоящим из нескольких слоев клеток, в зависимости от вида эпителиального покрова. Виды эпителиального покрова. Многослойные плоские неороговевающие эпители, к ним относятся щеки, губы, мягкие нёво, переходные складки под дверью рта. Многослойные плоские неороговевающие эпители, к ним относятся спинка языка, твёрдое нёво и вершины нитевидных сосочков. Многослойные плоские неороговевающие эпители представлены слоями базальный, шиповидный, зернистый, ороговевающий. Строение слизистой оболочки полости рта. Эпители полости рта отделены от подлежащих отделов собственнослистой оболочки базальной мембраны ламина мукоза проприя, туника мукоза, и состоит из густого сплетения тонких аргирофильных волокон. Аргирофильные волокна базальной мембраны тесно связаны с отростками цитоплазмы клеток базального слоя эпители. Эпители соединяются с собственным слоем слизистой оболочки посредством базальной мембраны. Собственным слоем слизистой оболочки является основой, к которой примыкает эпители. Он состоит из плотной соединительной ткани и образует многочисленные выступы, точнее сосочки, внедряющиеся в эпители. Величина соединительных тканах сосочков варьирует. В них проходят сосуды, питающие эпители и нервы. Собственный слой слизистой оболочки без резкой границы переходит в подслизистый слой. Подслизистый слой состоит из рыхлой соединительной ткани. Наряду с пучками коллагеновых волокон здесь имеется и зировая ткань. Этого слоя нет слизистой оболочки языка десен твердого неба. Межзубные сосочки десны образованы рыхлой соединительной тканью. В ней проходят капилляры и находятся много чувствительных нервных окончаний. Особенность строения красной каймы губ. Эпителиальный покров в гладкой части представлен пятью плотно расположенными слоями. Это базальным, шиповидным, зернистым, блестящим и роговым. Эпители отличаются прозрачностью, обусловленной большим содержанием в роговевших клетках лейдена. Слизистая оболочка дна полости рта, переходных складов, губ и щек имеют хорошо развитый подслизистый слой и рыхло спаяна с подлежащими тканями, что обеспечивает свободное движение языка губ, щек. На спинке языка располагаются четыре вида сосочков. Первый – нитевидные, второй – грибовидные, третий – листовидные, четвертый – желобоватые. Нитевидные сосочки наиболее многочисленны и имеют вид конусообразных возвышений. Они плотно прилегают друг к другу и поэтому поверхность языка имеет бархатистый вид. Нитевидные сосочки играют роль органов осезания и выполняют механическую функцию. Эпители, покрывающие нитевидные сосочки, ороговевают. Слушивание поверхностного слоя эпителия нитевидных сосочков является выражением физиологического процесса регенерации. При нарушении функции органов пищеварения, при общих воспалительных, особенно инфекционных заболеваниях, отторжение поверхностного слоя эпителия нитевидных сосочков замедляется, язык становится обложенным. Грибовидных сосочков меньше, чем нитевидных. Они покрыты неороговевающим эпителием. Их наибольшее количество находится в области кончика языка. Это органы вкуса. Листовидные сосочки в виде от 3 до 8 параллельных складок 2-5 мм длиной располагаются в основании боковой поверхности языка. В эпителии сосочков также содержатся вкусовые луковицы. Желобоватые сосочки также являются органами вкуса в количестве от 8 до 15. Они располагаются на границе между корнем и телом языка, близко друг от друга в виде римской цифры 5. Они не выступают над поверхностью слизистой оболочки. Валик слизистой оболочки, окружающий каждый сосочек, отделяется от него глубокой бороздой, куда открываются мелкие слизистые белковые железы, железы Эбнера. В эпителии сосочка находится вкусовая луковица, содержащая большое количество ацетилхолинэстераза и кислые фосфатазы, что свидетельствует о значении их в проведении вкусовых раздражителей. Клеточные элементы соединительной ткани слизистой оболочки полости рта играют большую роль в защитных иммунологических процессах. Основную массу клеточных форм составляют фибробласты и гистиоциты, оседлые макрофаги. Второе. Плазматические тучные клетки. Все они рассеяны между коллагеновыми волокнами. Больше в окружности кровеносных сосудов. Фибробласты участвуют в биосинтезе коллагеновых волокон и в обмене веществ. Гистиоциты участвуют в выработке иммунитета и в процессах фагоцитоза. При воспалительных процессах гистиоциты превращаются в макрофаги, поглощая бактерии и некротизированные ткани. После окончания воспаления они вновь превращаются в покоящиеся клеточные формы. Плазматические клетки осуществляют защитные иммунологические процессы слизистой оболочки. Это так называемые иммунокомпетентные клетки. Рапопорт. Тучные клетки – функциональные клетки соединительной ткани. Больше в области губ и щек. Меньше в области языка, твердого неба, десен. Меньше там, где эпителия ороговевает. В процессе аллергических реакций выделяются гистамин и гепарин, вызывающие анафилактические реакции. Слюна играет защитную роль по отношению к слизистой оболочке полости рта, которая постоянно омывается ротовой жидкостью и усиливает ее барьерную роль. В состав ротовой жидкости или смешанной слюны входит секрет больших слюных желез, секрет всех малых слюных желез, секрет слизистых желез, имеющихся в слизистой оболочке языка и других участках полости рта. В слюне обнаружено свыше 50 ферментов, относящихся к гидролизам, оксидоредуктазам, трансферазам, липазам и замеразам. Среди них особый интерес вызывает лизоцим слюны, обладающий значительным бактериоцидным действием. Лизоцим участвует в основном в защитных иммунных реакциях организма и процессах регенерации при повреждениях слизистой оболочки. В слюне выявлены ферменты, принимающие участие в свертывании крови и фибринолизе, плазмин, активаторы плазминогена, фибриназа, ингибиторы фибринолиза и факторы, обладающие тромбопластической активностью. Подъязычная железа выделяет слюну, богатую муцином, обладающую сильной щелочной реакцией. По своей консистенции она вязкая и клейкая, содержит небольшое количество радонита калия. Шлюна является ионодисперсным раствором и обладает свойствами электролитов. ПА шлюны в норме равен 6,9. Благодарю за внимание. Продолжение следует...